Ваш бизнес начался с путешествия. Вы когда-то впервые услышали об этом бизнесе. Вы когда-то впервые узнали о том, что вашими целями интересуются. И вы когда-то впервые отправились в путешествие к своим целям. Но не самостоятельно на машине, либо теплоходе, или самолете. А вместе, в одной колонне с теми людьми, которые двигаются к своим целям. То есть, что стало для вас приходом в компанию? Что стало для вас решением? Это двигаться в колонне. Сесть за руль своего автомобиля, либо сесть рядом на сиденье, где за рулем сидит ваш наставник. И в этой колонне двигаться навстречу цели. Что в этом хорошего? Хорошего в этом то, что вы непременно приедете к своей цели. Я утверждаю, что каждый приедет к своей цели. Мы с вами поставили цель 16 месяцев. Через 16 месяцев у вас будет результат. У вас будет квалификация президент. У вас будет доход. Пассивный, растущий доход. Остаточный доход. У вас будет команда международная. У вас будет опыт. Самое главное, чтобы вы пришли к этой цели, это не выходить из колонны. Что значит выходить из колонны? Это начать придумывать свои заморочки. Допустим, говорить, что я не буду ехать в колонне, я поеду на коне. Или я поеду на ракете. Потому что я знаю супер классную ракету. Например, ракета, которая хорошо работает в интернете. И я поеду своим путем к этой цели. Что это значит? Это значит, что вы туда не приедете. Это значит, что вы где-то когда-то сработаете, а потом у вас ничего не получится. Мы через 16 месяцев будем иметь остаточный доход. У нас будут работать группы. Мы сможем позволить себе не работать, но при этом продолжать получать доход. А вы будете изучать, искать новую ракету. Вот это я вам гарантирую. Поэтому, чтобы получилось, не надо ничего изобретать. Надо идти в одной колонне. Сложно идти в одной колонне. Но, возможно, сложно. Если у кого-то не получается сделать плюс один с любым пакетом, даже ГОУ. Наверное, что-то вы еще не до конца поняли. Но, это возможно. Вы в этом месяце, в прошлом месяце, в сентябре, в этом месяце, в октябре, вы делаете плюс один. В ноябре вы будете делать плюс один. В декабре вы будете делать плюс один. В январе, феврале и так далее, вы будете делать плюс один. И когда вы возьмете этот навык, у вас через 16 месяцев будет плюс 16 контрактов. И вот эти плюс 16 контрактов сделают тоже свои плюс 16 контрактов. А эти свои плюс 16 контрактов тоже сделают свои плюс 16 контрактов. И тогда у вас будет настоящий бизнес. Вот он главный секрет. Секрет в простоте. Давайте поговорим о самом важном. Не о технике работы. Да, собственно, что можно назвать техникой, когда всего лишь есть презентация 30-минутная. И ваша задача увлечь человека посмотреть эту презентацию. Вот и вся техника. Другой техники нет. Ваша работа увлечь человека на 30 минут времени. Чтобы он оторвал в своей жизни 30 минут времени и посвятил вам. Пока он не может их посвятить себе, потому что он не понимает. Но ваша задача увлечь человека, чтобы он вам подарил свои 30 минут времени. Вот она техника. Но мы поговорим сейчас не о технике. Мы сейчас поговорим о том окружении, которое сегодня находится вокруг вас. О тех людях, о том круге, знакомых, близких, родных, очень родных, не очень родных, далеких, новых знакомых, незнакомых, которые становятся вашими знакомыми. Мы поговорим о вашем окружении. О том окружении, которое либо украшает вас, либо тянет вниз. Есть такое выражение, если хочешь выяснить, сколько ты зарабатываешь, просуммируй зарплаты своего окружения, своих 10 друзей и подели это на 10. И ты выяснишь, сколько сегодня ты стоишь. Кого вы пускаете в свое собственное окружение? И кто будет в вашем окружении через 16 месяцев? Это очень тонкий момент. Вот об этом давайте поговорим. Я вам по большому секрету скажу. Мне прислали программку выступления в Москве тех людей, которые будут давать темы. И темы я видел, я не могу их опубликовать, даже не могу сейчас озвучить, потому что это программка для спикеров. Спикеры сейчас готовятся к выступлению. Я им в этом плане помогаю. Поэтому то, что я увидел, конечно, меня подвергло в шок. Кто помнит, еще те времена, когда мы начинали бизнес, вернее не начинали, а уже несколько лет работали. Это был 13-14 год. Не было еще тогда и в помине мессенджеров. Не было продаж мессенджеров. Никто не понимал, что это такое. Люди говорили по обычным телефонам, звонили за границу по обычной связи, искали дешевые международные тарифы. И вот в этот момент мы тоже развивались. Что мы тогда предлагали? Мы тогда предлагали конструкторы мобильных приложений, различные штучки, с помощью которых можно было бы создать свой бизнес. С помощью приложений. У нас не было четкой концепции. И тут вот на пороге появился 2016 год. До этого у нас были небольшие обороты. Компания неплохо зарабатывала, но каких-то всплесков не было. Люди тоже неплохо зарабатывали. И тут появился 2016 год. Кто помнит это событие в Минске, когда на эту встречу пригласили господина Шатрова, руководителя компании Синезис. И этот человек рассказывал про свои успехи, связанные с компанией Viber. Он делился тем, как удалось продать эту компанию. Это было только-только свежие новости. И он делился тем, как он принимает участие в создании нашего мессенджера. И вот кто помнит, этот год стал поворотным в нашей с вами жизни. Все, кто побывал там, все были в шоке. Потому что они получили такую информацию, которая навсегда перевернула их жизнь. И с этого момента началась история нашей компании, нашего мессенджера. И именно тогда все люди, которые там побывали, приехали домой совершенно другими людьми. Началась большая работа по росту товарооборота. И в следующем месяце после этого события компания сделала товарооборот в 10 раз больше. 1 миллион долларов. С этого момента у компании 1 миллион долларов в месяц. Это стало нормой. Стало больше. Компания стала зарабатывать больше. Стал развиваться бизнес шире. Компания с того времени уже создала мессенджер. Компания его готовит к наполнению пользователями и продажи. Уже принялась за создание маркетплейса. И в этот момент мы все находимся на новом пороге. У нас в Москве будет проходить мероприятие. И на это мероприятие приглашены люди. А я знаю кто. И знаю о чем они будут говорить. Это будет мероприятие гораздо сильнее чем 2016 год. Когда впервые был приглашен господин Шатров. Я хочу вас с этим поздравить. Но самое главное. Я хочу поздравить всех тех людей. Которые не теряя ни минуты. Весь сентябрь. И весь октябрь. И до этого работали над программой плюс 1. Над повышением своего коэффициента. У нас было закрытое совещание президента с советом директоров. И совет директоров сказал одну замечательную вещь. Он сказал, что компания на пороге большого роста. Большого успеха. Получение больших денег. И больше всех получат те люди. Которые сделали сейчас по максимуму. Именно те люди, у которых есть коэффициент максимальный. Что нужно сделать для того, чтобы максимальный доход получить от компании? Это сделать коэффициент К10. Мы это прекрасно понимаем. Это наша цель. Если сегодня вы приходите с малым коэффициентом. То наша цель это большой коэффициент. Дойти до десятки. Потому что герпера особенно подчеркнули. Те, кто будет с десяткой. Те станут богачами. И запомнят это на всю жизнь. Каждый человек, который заходит сюда с большим количеством акций. Кто прилагает усилия, зарабатывает акции усилиями, покупает деньгами. Тот получит большущие деньги. Это очень важно понять. Такое в истории случается очень редко. Я сейчас обращаюсь к тем людям, которые понимают это. Которые понимают, что осталось совершенно немного времени. Для того, чтобы произошло самое главное в жизни событие. Событие, когда вы стали богатым человеком. Стали человеком, который может позволить себе многое. Жизнь богатого человека абсолютно меняется. Если сегодня вы живете по прежним меркам, по старым меркам. И сравниваете свою жизнь с прежней жизнью. То на этот момент, когда произойдет продажа. И когда будут выплачены деньги за акции. Вы станете совершенно другим человеком. Ваша жизнь будет направлена на совершенно другие цели, чем есть они сейчас. Но самое главное. Это то, что ваше окружение будет меняться. Оно будет меняться не потому, что вы выросли на новый уровень. Имеете деньги. У вас получилось все замечательно. Вы приобрели опыт и так далее. И поэтому кто-то к вам будет тянуться. Нет. Ваше окружение будет меняться. Потому что вы осознаете, кого брать в свое окружение. На кого тратить свое время. Кому уделять свое внимание. Кого считать своим партнером. Потому что у вас будут уже другие цели. Вы будете тратить деньги на те вещи, на которые раньше никогда не могли потратить. А раз вы сможете тратить деньги на другие вещи. А те люди, которые в вашем окружении не смогут подтянуться рядом с вами. Они не смогут потратить эти деньги. Они не смогут быть с вами там, где сможете быть вы. И вот это важно понимать. Сегодня вы делаете предложение людям. Сегодня еще пока не случилась эта точка G. То есть не случилась эта замечательная вещь. Она произойдет непременно. Потому что мы едем в эту цель. Хотите вы этого или нет, но вы в колонне. И в этой колонне вы туда приедете. С вами это случится в том числе. А раз это случится с вами в том числе, то наступят эти перемены. И пока сейчас вы делаете это предложение людям, вам важно правильно настроить самого себя. Вам сейчас правильно нужно отнестись к самому себе. И тогда и техника получится. И тогда будет положительных результатов больше. И тогда будет контрактов больше. И тогда будет всего больше в вашей жизни. И легче будет все в вашей жизни. Потому что вы примете главное свое решение в жизни. Создавать свое окружение. Я абсолютно уверен. Я это утверждаю. Когда у вас будет много денег, вы сами не захотите тратить время на тех людей, которые тянут вас вниз. На тех людей, которые не соглашаются просмотреть вашу презентацию. На тех людей, которые не хотят вас выслушать. На тех людей, у которых на все есть своя отговорка. Вы скажете, а зачем мне это надо? Или я потрачу 2 часа времени на этого человека. Или я за эти 2 часа потрачу деньги для того, чтобы, например, сходить в какой-нибудь замечательный ресторан со своими детьми. Или поехать съездить поужинать в Париже. Понимаете? Вот это состояние происходит не потом, а сейчас. Если вы хотите преуспеть. Ну, вы скажете, это да, это все хорошо, но у меня же есть близкие. У меня же есть муж, жена, сестры, братья, родители, дети. Как быть? Я же не смогу в дальнейшем вычеркнуть этих людей из своей жизни. Я же не смогу в дальнейшем получать радости жизни без них. Как быть? Сегодня эти люди вас не поддерживают. Сегодня эти люди с вами не в бизнесе. Сегодня эти люди говорят вам нет. Сегодня эти люди говорят вам, куда ты вляпалась, вляпался, вложил деньги и так далее. Сегодня эти люди хорошие, добрые, замечательные люди. Они сегодня вам говорят нет. И сегодня эти люди не являются поддержкой в вашей жизни. И самое худшее, что может произойти, если вы свою мечту, свою конечную цель сегодня отдаете в угоду этим людям. Если сегодня вы сдаетесь. Если сегодня, услышите это слово, пожалуйста, вы жалеете этих людей. Если сегодня вы не сопротивляетесь. Если сегодня вы соглашаетесь с этими людьми. И это очень плохо. Знаете почему? Потому что эти люди сегодня тянут вас вниз. Сегодня эти люди ни в чем не виноваты. Эти люди не видят. Они не понимают. У них есть свои дела, свои бизнесы. У них свои есть планы по жизни. Сегодня эти люди вас в какой-то степени может быть от чего-то ограждают. Но эти люди через какое-то время останутся далеко внизу относительно вас. Потому что вы придете однажды с большим количеством денег домой. И в этот момент вы осознаете, что вы хотите в жизни большего. А эти люди не хотят в жизни ничего больше. И вам станет очень горько. Вам будет очень печально. Вам будет очень тяжело в этот момент. Очень тяжело. Потому что вы захотите идти дальше. И у вас будут для этого средства. Для этого будут деньги. А у этих людей нет. Не будет. И это так. Кто-то из вас скажет, что ничего страшного. Я с ними поделюсь. Кто-то из вас скажет, что они же нам не мешали. Они же не вредили. Они же просто молчаливо молчали. Они же просто были когда-то просто. А когда вам было тяжело, им было просто-просто. Они просто были в стороне, в тишине, в отключке. Они просто наблюдатели. И я хочу вам привести один пример. Может быть грустный. Но хочу, чтобы вы о нем задумались. Это пример Титаника. Это пример, когда вы оказались на корабле. И количество шлюпок недостаточно для того, чтобы спасти всех людей. И вот в этот момент вы находитесь в состоянии выбора. Что вы сделаете? Сядете в шлюпку или уступите место другому человеку в шлюпке? Это очень важный вопрос и важный выбор. Потому что он сейчас стоит перед вами. Прямо сейчас. Потому что та жизнь, которая была у вас раньше, она вас не устраивает. Вы оказались здесь. Вы оказались среди людей, которые идут к цели. Которые идут несмотря ни на что. Которые ставят высокие цели. Которые достигают. Которые совершенствуются. И вы оказались среди тех людей, которые не стремятся ни к чему. Которые готовы не сесть в шлюпку. Которые готовы отказаться от самого себя. Которые предают самого себя. Которые не хотят ничего в жизни делать и рисковать. Эти люди привыкли плыть по течению. И сегодня вы находитесь на распутье, потому что вы соглашаетесь с этими людьми. А может не соглашаетесь с ними. Это ваш выбор. Когда вам отказывают, это ваш выбор. Продолжать или не продолжать. Когда вам говорят нет, это ваш выбор. Сесть в шлюпку. Приплыть и спасти человечество. Или уйти на дно, на корм рыбкам. Потому что вы никто в этой жизни. Вы в себя не верите. И вы не можете ничего в этой жизни достичь. И вы думаете, какой толк от меня, даже если я спасусь. Вот об этом я хотел сегодня с вами поговорить. Вы станете богатыми людьми. Я утверждаю, кто пройдет с нами эту программу. Кто приложит максимум усилий. Не тот, кто когда-то что-то сделал. А кто постоянно это делает. Тот получит максимальное большое количество денег. И вы сможете, когда получите деньги, решить любые вопросы своей семьи. Вы сможете вылечить неизлечимые заболевания. Вы сможете реализовать мечты детей, которые они давно перестали верить и похоронили их. Вы сможете для своего близкого супруга сделать такой подарок, который он никогда в жизни не видел. И не слышал. Или может быть не получит. Больше никогда этого не получит. Вы можете это сделать. И вы это сделаете. Это время скоро придет. И вы в Москве узнаете, почему это скоро придет время. Но сегодня вы выбираете не быть тем человеком, который является богатым и успешным. Вы выбираете пожалеть. Пожалеть своих родных и близких. Вы знаете, очень тяжело будет вашим родным и близким в этот момент. Не вам. Вам тоже будет тяжело. Но им будет тяжелее. Вы знаете, как тяжело просить милостыню у близких. А у них больше ничего другого не останется, как обратиться к вам. Потому что придет время, и вы сможете себе купить путевку на Мальдивы, купить автомобиль Porsche Cayenne, купить себе дорогие часы за 20 тысяч евро, купить ожерелье за 100 тысяч евро. И вам будет в этот момент неловко, потому что ваш близкий человек, ваша сестра, или ваш брат, или ваша дальняя родственница не могут себе это позволить. Они не могут, потому что когда-то они не сделали выбор в вашу компанию. Они не пошли за вами. Им будет стыдно. А еще стыднее им будет, когда вы им скажете, вот тебе деньги. Конечно, вы не сможете им подарить Porsche Cayenne, золотое ожерелье бриллиантовое, не сможете им купить эти путевки на Мальдивы, и не сможете им этого всего дать. Ну потому что вы когда-то сами для себя замечтали это сделать. И вы стремились к этому. И настал этот счастливый момент. И вы верили в это. И вы прошли все трудности. И вы прошли все неприятности, отказы, нет и так далее. Вы были твердой скалой в этот момент. И конечно же, по закону Вселенной, вы захотите себя отблагодарить в этом. И вы представьте, как тяжело будет близким людям вам в этот момент перед вами. Потому что они не могут этого позволить себе. Они не поедут на Мальдивы, у них не будет Porsche и так далее. Я это хорошо знаю. Это очень хорошо знаю. Когда-то в моей жизни была ситуация, когда моя сестра меня не поддерживала. И когда-то она не развивала этот бизнес. И мы летели в одном самолете. Она сидела рядом со мной. И сидела рядом мама. Мы летели в самолете. И принесли однажды журнал. И журнал это Sky Shop, в котором были разные товары. И я выбирал в этом товаре себе неплохие наушники стоимостью 300 евро. И я выбрал маме духи. Тоже какой-то подарок. Примерно за 100 евро. И я заказал из Тирдеса. Тут же принесла эти подарки. Ну что казалось бы. Сестра сидит рядом. Ну что казалось бы. Что тут такого. Если ты не зарабатываешь. Ты же не можешь себе позволить никаких покупок. В этом журнале, Sky Shop. Лети себе дальше. Радуйся жизни. Потому что все неплохо. Никто не болен. Никто не умер. Все хорошо. Но в этот момент возникает неловкая ситуация. Потому что кто-то получает подарки. А кто-то нет. И в этот момент вы понимаете, что наверное что-то вы не до конца сделали в своей жизни. Потому что именно вы создали такую ситуацию. Потому что когда-то вы согласились с этим нет. Потому что вы когда-то согласились с этим не хочу. Вы когда-то согласились с этим нет денег. Вы когда-то согласились с этим у меня не получится. Вы когда-то согласились с тем, что человек вам сказал. Да, это пирамида. Я в это не пойду. И все. И вы сами не стали дальше этому человеку ничего говорить. Вы согласились. И вы это создали. Вы создали бедность своих родных и близких. Вы создали бедность своего окружения. Своим молчаливым согласием, а может быть, своими сомнениями. А может быть, тем, что испугались ответственности за своих родных и близких. И вы это создали. Но сегодня у вас есть время и возможность это осознать и стать другим человеком. И принять самое главное и ответственное решение в своей жизни. Не технику выбрать подачи информации, это все мелочи. А выбрать для себя решение принять, кого вы хотите видеть в будущем рядом с собой. Из тех, кто сегодня есть рядом сейчас. Если вам эти люди дороги. Если вы хотите, чтобы они были с вами. Они слепые котята, они не видят, они не понимают. Но вы-то взрослый человек понимаете. Вы были на семинарах, вы были на событиях. Вы прослушали кучу вебинаров. Вы здесь уже много находитесь. Вы уже что-то здесь сделали. Вы уже слышали, кто развивает этот бизнес. Вы уже понимаете, какие серьезные здесь люди. Это вам надо сейчас для себя принять решение. Какое вы внутри себя находитесь. И как вы поведете за собой этих людей. И скажите мне, пожалуйста, сложно показать человеку 30 минут времени, которые изменят его судьбу. Может не сразу. Может быть через год, через два, через три. Но когда-то навсегда изменят, потому что изменили вашу судьбу. Сегодня вам нужно быть такими настойчивыми, чтобы люди захотели посмотреть это 30-минутное видео. Вам не надо плясать Польку-бабочку перед человеком и рассказывать ему все. Все находится в этом видео. Этого достаточно. Вам не надо тратить время на пересказ этого видео. Видео достаточно. Вам сегодня быть нужно настолько смелыми и ответственными, думающими о своем окружении, когда все случится, чтобы показать это 30-минутное видео. Вот и все. Вот и весь процесс. Вот и все, что нужно сделать в этом месяце. Один контракт с любым пакетом. Вот и все. И тогда вы поймете, что вы держите руку на пульсе. И за вами идут ваши люди. Я хочу вам пожелать этого. Мы встретимся с вами не очень скоро. После московского события пообщаемся. Но за эти дни, когда в Москве будут происходить невероятные вещи, когда в Москве будут совершаться сильнейшие, удивительные контракты, когда соберутся люди, которые создают империю, миллиарды долларов вместе, в одном помещении, энергия будет зашкаливать на сотни километров, тысячи километров. В этот момент вы будете давать 30-минутное видео людям и помогать им сделать свой первый шаг в жизни навстречу финансовой свободе. Потому что вы принимаете это решение вместе с нами. Садитесь за руль автомобиля. Садитесь рядом на сиденье со своим спонсором. Вставайте в колонну вместе с нами. Не изобретайте велосипеды или мотоциклы или ракеты. А идите уверенно, едьте вместе с нами в точку ваших целей. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok